МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Притеча И еще один год позади. Это значит, что в эфире еще 50 просьб о помощи от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Несколько миллионов собранных рублей и тысячи неравнодушных телезрителей. В этом году программу «Скорая социальная помощь» ожидало сразу несколько важных перемен. В январе социальную деятельность телеканала «Союз» отметил губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В марте программа начала сотрудничать с благотворительным фондом предания. Почти половина телезрителей стала помогать героям переводами не на личные счета, а именно через фонд. А в ноябре «Скорая социальная помощь» отметила шестилетие со дня своего первого эфира. Давайте подведем итоги этого года. Весной удалось отправить за рубеж на лечение Ванечку Маринина. У мальчика сложное недиагностируемое заболевание, из-за которого ребенок почти не развивается и переносит ежедневно множество эпилептических судорог. Несколько месяцев Ваню обследовали самые разные специалисты. Ребенку подобрали пробное лечение. Мы обязательно будем и дальше следить за судьбой Вани. Несколько раз в этом году мы рассказывали о тех, чье заболевание уже неизлечимо. Но можно помочь, если удастся приобрести дорогостоящее оборудование или лекарство стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Так, например, с помощью неравнодушных телезрителей Алена Иванова смогла купить вибрационный жилет для ингаляции своей дочери Ани, больной муковисцидозом. Купили лекарство и Леночке Морозовой, у которой легочная гипертензия. Дорогие лекарства удалось купить и привезти из-за рубежа и для шестилетней Кристины Щербаковой. У девочки сложное генетическое заболевание – туберозный склероз. Чтобы облегчить состояние, Кристине нужно ежедневно принимать противосудорожный препарат, который в России не продается. Благодаря собранным суммам удалось купить 40 упаковок препарата. Этого хватит примерно на год. Оставшаяся от покупки сумма пойдет на другое лечение ребенка. От всего сердца благодарим всех, кто помог нам материально, словами. Ваша помощь очень нужна была нам. Мы ее получили. Спасибо вам большое. Теперь ребенок сможет наконец-то. Мы начнем другим заниматься, а не вечно в поиске лекарств. Денег на лекарства и как достать, как привезти, что у нас все уже есть. Мы как-то успокоились на какое-то время. Ну а семья Кубасовых живет совсем рядом с нашей редакцией. Поэтому буквально на днях мы смогли побывать у них в гостях. У Светланы двое сыновей – Миша и Илья. Несколько лет Мишу лечили от лейкоза, рака, крови. Сейчас жизнь Кубасовых постепенно возвращается в привычное русло. Светлана вновь вышла на работу, но денег хватает только на самое необходимое. Помимо материальной помощи, в такой ситуации, конечно, оказалась не менее важна и моральная поддержка. Для меня это вообще было что-то. У меня охота реветь было. Сразу же после эфира можно сказать, что позвонили, что просто спрашивали, кто адрес спрашивал, мы вам хочу помочь. Просто, допустим, от постороннего какого-то человека, что слышишь такие слова, все равно это приятно, это очень сильно приятно, что это кто-то просто благополучия желает. В день, когда мы второй раз приезжали к Кубасовым, Миша как раз вернулся с очередного контрольного обследования. Все в порядке, мальчик в ремиссии. Но дома семью радует такой долгожданный ремонт в детской комнате. Я сразу же начала делать, я сразу же начала обои. Я, получается, два дня работаю, два дня отдыхаю. Вот отработываю, отрабатываю, следующую Мишу в школу отвожу, и занимаюсь ремонтом. Что сразу же как-то это даже... И вот сейчас сделала, и настолько вот это сделано вместе со всеми, что не только это я сделала, это с помощью даже Господа, можно сказать. Ну да, действительно, что с Божьей помощью это сделано, можно сказать, что благодарю Господа, что спасибо, действительно, что искренне спасибо. Постелила палац, дети здесь запрыгали, закувыркались. Я думала, у меня соседи не выдержат столько, столько у детей было. Вот что даже вот ковер поменяли, да, и то это столько радости вызвало у детей. Спасибо большое всем. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто помог, что это сделано. Вот допустим, вот здесь вот что сделано, это с помощью всех сделано. Спасибо большое. Несколько раз в этом году мы помогали многодетным семьям с приобретением игрушек, мебели и других важных вещей для ребятишек. В сентябре в нашем эфире была программа про семью Жанны Калугиной. Женщина одна воспитывает пятерых детей. Когда мы впервые приезжали к Калугинам, в их квартире не было даже самой необходимой мебели. Девочки спали вместе на одном диване. Благодаря помощи неравнодушных людей, Жанна смогла приобрести и игрушки, и мебель, и купить детям одежду. И я приобрела два дивана, два кресла-кровати, стенку, две тумбы под телевизор. Вот. Ну так вот, по мелочам. Мебель, скулы тоже. Вот. А детям, я, ну вот, люди, я одежду там, зимнюю одежду, я полностью всем зимнюю одежду купила, начиная с Насти. Вот. Настя и Люди, и Анни с Людой тоже вот приобрела зимнюю одежду и сапоги. Все покупали вот. Ждем мы радостных новостей и результатов лечения сразу от нескольких наших детишек. Для Тимура Акижанова, мальчика из Казахстана с тяжелейшей формой гидроцефалии, удалось собрать сумму, которой точно хватит на оплату целого года лечения. По-прежнему мы ждем хороших новостей и от Ванечки Авдюкова. Уже три года мы наблюдаем за лечением Вани и помогаем в его оплате. С июня Ваня находится в Лондоне. Совсем скоро начнется самый сложный и важный этап его лечения. Давайте помолимся за Ольгу, Евгения и Ванюшку. Им сейчас очень непросто. И пожелаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения домой. Значимая часть программ этого года была посвящена больным детским церебральным параличам. Лечения в Евпатерийском санатории прошли Данил Пучкин, Полина Санниковась, сестры Митюхляевы, Полина Бакина, Женечка Шмелев, Сема Хитрин и еще несколько деток. Побывал там и Владик Сегошин. До сих пор звонки. Да, до сих пор бывают звонки. Буквально-таки два дня назад звонила женщина. На лечении в санатории Владик с мамой пробыл почти три месяца. Мальчик прошел гипсование и последующую реабилитацию. И теперь Владик радует родителей своими новыми достижениями. У ребенка меньше стал тонус в ногах. Ребенок опустился на пятку. В ручках меньше стал тонус, благодаря чему ребенок начал сам кушать. Прошло заикание у ребенка, так как работали логопеды. Работали педагоги с ребенком. То есть нам научился ребенок читать. Другому нашему герою с ДЦП Артемию Неумину. Из-за спастики трудно правильно произносить слова. Для Артему удалось собрать средства на несколько курсов лечения в Екатеринбургском институте мозга. И что не менее важно, как и в случае с семьей Кубасовых, Татьяна Неумина получила множество слов поддержки и добрых пожеланий. По правде говоря, я не ожидала такого, что люди такие, что очень много людей верующих, что много людей милосердных, сочувствующих. По правде говоря, я не ожидала, что будет столько отзывов, столько даже. Звонили молодые люди, что для меня это было вообще неожиданно. Ну, не знаю, у нас в основном женщины более такие открытые. А здесь очень много поступало звонков от мужского населения. Вот именно Артемию все передавали привет, чтобы он быстрее выздоравливал, что у него все будет хорошо. Прямо вот с таким настроем мне. Прямо вот желания были самые-самые добрые и теплые. За время, которое прошло между двумя нашими съемками Артема, мальчик заметно вырос, стал лучше ходить и, что самое главное, перестал заикаться. Результаты у нас прямо видно на лицо. Артемий стал лучше разговаривать. Мы когда пришли в школу, все увидели результат. Начал, если он обычно, он всегда молчал, он стеснялся говорить, вступать в диалог. Сейчас он стал прямо такой открытый мальчик, ему надо прямо со всеми вступить в диалог, все рассказать, все пересказать, что такой жизнерадостный он стал. Он раньше стеснялся, был закрепощенный, а сейчас вот прямо, что вот ему все хочется говорить, говорить, со всеми общаться. После пройденной летом операции стало лучше ходить и Кристина Брагина. Девочка несколько месяцев провела в Курганской клинике имени Елизарова. Она была сделана с операцией ахиллотомия, то есть одеты были аппараты на голеностопы, зафиксирована была стопа, значит, в течение четырех недель мы находились в этих аппаратах Елизарова, после чего были одеты лангеты, и мы были выписаны домой в лангетах. В лангетах мы находились 60 дней, 22 месяца. В январе Кристине нужно будет снова вернуться в Курган, чтобы точно определить результаты операции и скорректировать последующее лечение. Давайте пожелаем семье Брагинах скорейшего выздоровления Кристиночки. Хотелось бы вспомнить и еще одного нашего героя, Диму Кожемяка. История этой семьи вызвала огромный резонанс. Несколько месяцев назад, после взрыва от неудачного домашнего опыта, Дима потерял кисть левой руки и почти перестал видеть. На восстановление потребуется долгое время и немало денежных средств. Ситуация осложняется еще и тем, что мама Димы, Наталья Григорьевна, сама инвалид первой группы и не может передвигаться самостоятельно. Все были неравнодушны к нашей беде. И вот сколько я слышу отзывов, звонков к нам обращаются. Со всех уголков России. Я говорила с Москвой, я говорила с Сахалином. Я говорила, даже не могу сейчас сказать, очень много людей. Меня просто буквально потрясло, что у нас есть добрые, отзывчивые люди. Я ожидала, ну, чтоб такой поддержки. Просто это для меня была какая-то и радость за людей, что они, наши люди, нечурствые. И они отзываются очень тепло. Хотя нас не знают ни меня, ни Диму. Собранной после выхода программы суммы хватит на оплату всего курса лечения. Уже сейчас Диме купили все необходимые лекарства и приобрели дорогие очки. Весной мальчику предстоит важная операция. Для всех героев, о которых мы рассказывали в этом году, собрана вся необходимая сумма. Дорогие наши, низкий поклон вам за помощь нашим героям. То, что с Божьей помощью мы наблюдаем после каждого эфира, это сотни звонков, денежных переводов, добрых слов, это настоящее чудо. Вы всегда можете высказывать свое мнение о программе и предлагать для нее героев, написав на электронную почту авторов. Сейчас вы видите ее на экране. И последнее, особенно радостная для нас новость. В самое ближайшее время у программы появится собственная страничка в интернете. Там вы сможете следить за судьбами наших героев, смотреть их фотографии и радоваться новым достижениям. Адрес сайта вы также можете увидеть на своем экране. Доброе слово и кошке приятно. Мне это было тогда непонятно. Но вот и с годами и я подросла. Это теперь хорошо поняла. Доброе слово, как добрые люди, лечит душевные раны всегда. И успокоит, и приголубит, даже от смерти спасет иногда. Так не скупитесь на доброе слово. В жизни случается все. Может и вас оно снова и снова. Как-то и где-то спасет. Мир безграничен, жесток и прекрасен. Это зависит от нас. Чтобы не стал он для жизни опасен, надо, чтобы кто-то поддерживал нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok